Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами бизнес-завтрак на радио Медиаметриксе, я Роман Дусенко. Мне невероятно приятно приветствовать в это летнее утро, мало того, что оно солнечное, оно еще надежда то, что тепло наконец-то будет и в Москву придет настоящее лето, потому что уже каких только шуток у нас не ходит. Однако, шутливый настрой нашей передачи нисколько не будет отражен на теме, тема сегодня очень интересная и она подводит некий смысловой итог. Мы фактически, я тут как раз посчитал перед началом эфира, с августа месяца изучаем августа месяца 2016 года, по сегодня июнь 2017 года, с лучшими, я считаю, представителями профессии HR-директоров изучаем вопросы эффективности. Эффективность, на мой взгляд, это та единственная прививка нашему российскому бизнесу, которая может помочь в настоящее время достигать каких-то результатов. Так вот, из всего многообразия инструментов управления людьми мы выбираем самые точные, причем не просто теоретически подкованные люди приходят, нет, люди, которые сделали это своими руками, проверили на практике, так или иначе достигнув определенный результат. Поэтому каждый наш эфир и назывался «эффективность через». Вы помните, это была и корпоративная культура, и диджитализация, и так далее, и так далее, и так далее. Тема сегодняшнего эфира – эффективность через изменения, или другими словами, новая игра, новые правила. Я с огромным удовольствием представляю гостя нашего сегодняшнего эфира Дмитрия Супраненко, HR-директора компании «Металл Профиль». Дима, доброе утро. Доброе утро, Арман. Смотря на вас, вы очень импозантный молодой человек, атлетического сложения. Скажите, пожалуйста, как вас занесло в HR, где, по мнению большинства людей, а я сейчас достаточно много езжу по городам и задаваю вопросы, а кто такой HR? Ну, в среднем это такая женщина 40+, которая совмещает в себе функции кадрового документа оборота, плюс немного понимает или читал какие-то книги об управлении персоналом, и, безусловно, имеет свое влияние на весь коллектив. Вы совсем другой формации. Расскажите немного о своем трудовом пути. Еще хочется добавить, что обычная эта женщина – это мама коллектива, о которой все плакают. Да, да, да. Именно, да. Вот. Ну, начнем с того, что в HR я попал, с одной стороны, случайно, с другой стороны, абсолютно закономерно. 2006 год. Я тогда защитил свою диссертацию и встал в логичный путь, что… А какая тема была? О модели совершенной и несовершенной конкуренции в глобальной экономике. Ух ты. В математике. Ну, как бы, математика всегда была моей сильной стороной. Вот. 2006 год. Защищаю кандидатскую. Декабрь месяц. И вот на таком распуте. Что делать? Оставаться, преподавать. Вот. Вроде бы все знакомы, все нормально, все любят, все знают, все хорошо получается. Либо уходить. Вот. Ну, ключевой вопрос – перспектив. А что же будет там лет через 10? И в итоге я принял решение, что я ухожу. Уходил абсолютно в чистое поле. Вот. Кроме того, у меня получилось так, что я еще и родился, учился в городе Челябинск. А здесь там, в силу личных обстоятельств, я еще переехал в новый город Екатеринбург. И в итоге не знаю. Прекрасный город Челябинск. Не был ни разу в Екатеринбург. Ой. Два города. Два очень интересные города. Крупные, самые, наверное, крупные промышленные центры. 200 километров разницы между ними. Ну, вот Урал. Чтобы посмотреть, надо глянуть в Екатеринбург, он ближе к Москве. Челябинск, он такой, ну, немного, наверное, подальше от Москвы. Вот. В городе не знаешь никого. Начинать надо с нуля. Сбережений особых нет. И в итоге состоит вопрос. А что же делать? Как зарабатывать на рынке? Как классическая американская история. Приехали в Нью-Йорк с 10 долларами в кармане. Ну, там было немного получше, чем 10 долларов. Но эти мнения не сильно много. Вот. Естественно, разместил резюме. Начал смотреть на рынки, что происходит. И понял, что основная квалификация после моей замечательной кандидатской диссертации, именно с точки зрения опыта работы, не знания опыта работы, это, наверное, работа тренера. И так получилось, что познакомился с очень интересной женщиной. Она много сыграла, мне кажется, в моей судьбе. Это Соколов Викой Борисовной. И она меня позвала тогда работать тренером. И плюс, что еще ее зацепило во мне тогда, потому что опыт все-таки академический, а не боевой тренерской работы на бизнес-целе, это то, что я еще параллельно в институте курировал работу по так называемому учебно-методическому управлению, когда учебные планы состоят. – Я бизнес-тренер в каком направлении? А чего тренировали? – А вот получилось так, что именно бизнесового наполнения-то и не было, поэтому тренировать не мог, но был очень большой запрос от компании «Урал Сайзинфор». Сейчас-то макро-регион «Урал» компания «Ростелеком». Да, «Ростелеком». Ничего не перепутал. И у них был запрос «Экономика для неэкономистов». Они тогда систему управленческого учета активно внедряли. – То есть, как привить экономическое мышление людям, которые в этом ничего не понимают? – Не то, что экономическое мышление, а даже базовое понятие. Задача достаточно простая. – Ну, например, что такое базовое понятие? – Давайте я с точки зрения бизнеса зайду. Внедрили систему управленческого учета. Есть классификация по статьям. Есть определенный расчет, например, той же амортизации. И при этом задача ключевая, ответственным же за бюджет является руководитель подразделений или тот человек, который он назначил. Они приходят к экономистам, а разговаривать с ним на одинаковом языке они не могут, потому что экономист у спрашивают, какая статья, куда разнести, как будем начислять, как это, как это. Предметные, простые вопросы. А здесь люди, они ближе к бизнесу, либо ближе к технологии, они это дело не понимают. И вот был абсолютно четкий заказ по всем семи филиалам. Компания «Урал Сейсинформа» тогда была, я считаю, что очень большая. 27 тысяч человек не работало. – То есть, у вас была задача научить их говорить на одном языке? – Да. И вот по сей территории меня тогда отправили, я проехал, наверное, весь Урал. – Если подвести некий такой опыт этой вехи в вашей карьере, что произошло с вами? Каким вы вышли оттуда? – Ну, вышли – это прямо что-то такое радикальное. Наверное, какие знания я приобрел? Первое, что я увидел – это как на практике, не в теории, а на практике работают люди, исходя из каких ценностей, из каких критериев они принимают решения, какой уровень текущих знаний вообще у руководителя «Урал Сейсинформа» был на тот момент перспективный. – Ну, мы в целом могли бы сказать, что это уровень знаний в целом по этому региону. – Да. Уровень знаний в целом по региону, уровень знаний по руководителям и специфика, потому что компания такая ярко выраженная, традиционная, поэтому представление… – И что было дальше? – А дальше все достаточно закрутилось очень быстро, поскольку в силу своего общения мне надо было контактировать с управлением по работе персоналом компании «Урал Сейсинформа», поскольку я отвечал именно за формирование учебных планов, нагрузку тренеров, работу, вот такой вот стык, то есть снять заказ, трансформировать его в виде конкретной задачи для тренера, следить, состыковать, чтобы все работало нормально, и потом запустить. Вот что-то вроде этого. Чем УЗИ занимался, тем, по сути, занимался и там. И познакомился с замом генерального по персоналу, Акименко Сергеем Васильевичем. И вот как-то так во время, наверное, то ли обеда, то ли ужина, я даже так не помню, но какое-то у нас было финальное мероприятие, мы что-то закрывали, торжественно обедали, общались. И он поделился абсолютно вот так вот в неформальной обстановке, что у него есть задача конкретной кейс, как сейчас можно говорить, от генерального директора о том, что из связи инвеста, управляющей компанией, пришла задача на сокращение административно-управленческого персонала. Он не знает, с какой стороны к этому подойти. Проблема в том, что на тот момент вообще во всей отрасли связи кончили всех нормировщиков, кончили, наверное, красиво, некрасиво, но ликвидировали как класс. Когда я потом пришел туда работы, казалось, что нормировщика не было вообще, осталась единственная бабушка, которая работала где-то там в Пермском крае, которая еще не то, что помнила, а слышала, как это делалось на практике. И вот как зайти при условии, что, естественно, цифра была достаточно значительная, а ни один не директор филиала, не руководитель функционального блока, то есть там ни горизонтальный уровень, ни вертикальный уровень, естественно, как бы вкладываться в эту задачу не хотели. И как вы вышли из этого положения? А вот тогда теория была очень хорошая по УЗУ, плюс как бы кафедра была правильная, знания, как оказалось давали хорошие, и я ему тогда, тогда оно было так, модное направление, продал идею внутреннего бенчмаркинга. У тебя есть 7 филиалов, ты их можешь сравнить, разбить на блоки, выделить одинаковые части. А он мне рассказал, ну приходи и делай, да? Он ничего не сказал, он прекрасно посидел, он мне позадал также вопросы, а как, а чего, я ему в математический аппарат зашел, потому что у меня кандидатская была построена на чем-то аналогичном. То есть вы очень четко циферки подкручивали? Да, вот циферки, это всегда была моя сильная Это уже какой год был? После 2006? А это было 2007, ближе к концу. Нет, середина, середина 2007 года, летом. Вот, то есть я проработал так, как именно тренер, это буквально недолго. Что потом происходит? Буквально где-то дня через три, не через меня, а через как раз Соколову, через моего директора, идет заказ, что выделите, пожалуйста, вот этого товарища, мы ему дадим стол, дадим компьютер, дадим телефон, дадим указание. И пусть сидит в работе, делает? Пусть попробует. Если все получится, нормально, как бы мы с вами заключили договор уже на консалтинге. В консалтинге мы тогда вообще, как компания, даже сейчас не вспомню, мы не работали. И было направление интересное, деньги уже принципиально другие, и мне сказали, все, вперед. Тем более, если так смотреть, отказаться мы не могли, потому что урался из информ. Но это был крупнейший клиент. В портфель наших заказов не то, что крупнейшим, подавляющий, не менее 87%. Дима, от момента того, когда вы получили свой стол как консультант в HR департаменте, условно говоря, Ростелекома, 10 лет назад, что произошло за эти 10 лет с вами? Если так совокупно в одной фразе выразить, в кого вы превратились, в хорошем смысле этого слова? Ну, я надеюсь, что все-таки произошел рост профессионализма в первую очередь. Ну, и такой был управленческий опыт. Потому что так я вообще был зеленый, были профессиональные знания. А вот сейчас уже понимаешь, что не все так просто решалось, как мне тогда казалось, и уже тогда, вернее, сейчас те задачи я уже решал с точки зрения по-другому. Я вам задам вопрос, который задаю на всех тренингах, особенно, когда я работаю с первыми лицами как профессиональный коуч. Я говорю, а вы, собственно говоря, кто? И вот если вы сейчас, вот вы, ваше дело, ваша профессия, вот сейчас, в данный момент, 7 июня 2017 года, вот вы кем себя считаете? Вот сейчас я, наверное, больше коммуникатор. Коммуникатор. Потому что HRD, ну вот если там брать ключевой функционал, да, он, конечно, должен там разбираться, что такое CMB, TND и понимать, как это связано с системой. Ой, не люблю иностранные слова, давайте, мы же в России живем. Оплата труда, оценка развития, обучение, вот эти направления, ну, они такие на языке уже застряли. Вот. А задача HRD все-таки это коммуникация, потому что у него в чем задача? Он грамотно должен понять иногда не четко сформулированность задачи на уровне предпосылок, где-то еще вот издалека. От кого? От общения круг, генеральный собственник, ключевые руководители, руководители филиалов, руководители функций. То есть он должен снять с них заказ еще до того момента, как он сформулирован. Вот это главная задача HRD. А вторая задача, это когда реализуется конкретная задача, она уже формализованная, результат ее согласован, это задача грамотно, как я называю, продать. Потому что всегда есть сопротивление изменений, ты должен провести там с коллегами, например, с руководителя блока, с коммерцией, с производственным блоком. Ты с ним должен грамотно пообщаться, рассказать в чем от этого плюсы и отработать по возражению. А если бы вы сейчас смотрели в эту камеру и напротив вас сидели бы генеральные дектора наших российских регионов, небольших компаний, ну не знаю, в среднем, в среднем малого бизнеса, ну там они все, наверное, одинаковые, там 100, 200, 300 человек, да, начиная от десяти. И они бы сказали, Дмитрий, так все-таки основная функция HR-директора какая? Что нам с него спрашивать? Исходя из того, что вы мне только что сказали, что бы вы им ответили? Вопрос такой непростой, наверное. Ну, представьте, что они хотят принять на работу, стоит там пять кандидатов, и вот эта ключевая вещь должна им помочь определиться, кого же брать на работу, у кого большее понимание настоящего функционала человека, который отвечает за персонал в компании. Окей. Ну, тут одним словом, наверное, не скажешь, постараюсь уложиться, например, в три понятия. Первое понятие – это профессионал. Профессионал, что мы вкладываем, это знание современных HR-технологий. Потому что вот эти бабушки, которые там еще лет десять назад работали, то, естественно, даже там, будь они хорошие коммуникаторы, ничего действенного, толкового они бы в части HR бы нестили. Это раз. Второе. Им нужен, как сейчас модно говорить, вот английское, да, давайте трансформировать на русский. Это, как сказать там… Как есть? Ну, наверное, ключевое на русский сказать – это проактивное поведение. То есть, это тот человек, который не должен ждать указания, что конкретно сделать, и такое реактивное управление осуществлять, когда тебе поступил заказ, или конкретный пинок попадал на место, что там проблемы, и ты побежал в стране. Потому что, что в трагедии всегда как-то последовательно работаешь. Профилактика. Не то, что профилактика, это иногда предвосхищение. Это не значит, что человек должен придумать сам ни в коем случае. Вот это самая большая ошибка, когда HR считает, что они тут главный драйвер изменений и начинает компании причинять счастье. Вот эта проблема и путь к тому, что HR работает этой компанией недолго. Вот. А его задача такая, как на можно большей стадии, как можно раньше отловить проблему, предугадать ее на основе конкретных предпосылок, которые происходят, и уже отреагировать на нее заранее, тогда вы экономите время. Потому что сейчас главный фактор, который вообще ключевой является, не только HR, это время. – Отлично. Супер. За эти десять лет, я имею возможность попить кофе утром с вами, я понял, что вы и банковский опыт получили, и совокупный. То есть, в каких сферах вы сегодня разбираетесь профессиональных? – Ну, вот так и разбираюсь. Я считаю, что я еще… – Ну, имеете такое непосредственно… Вы же там, например, я так понимаю, IT-технологии, IT-компания коммуникационная, это вот Ростелеком, например. – Ну, вот первая IT-компания, ну, конечно, звезда. У нас только IT-шник был филиал, там, порядка тысячи человек. – В банке, да, дальше? – В банке опыт был самый непродолжительный, но я считаю, что самый результативный, это был Сбербанк, Уральский банк. Вот. Прекраснейший опыт, если честно, для становления, наверное, вот больше вклад это как раз был ценим. – Потому что та способность к изменениям, которая там сейчас генерится в Сбербанке, начиная там от президента, естественно, вот, ну, такого я на текущий момент нигде не видел и не слышал от тех коллег, с которыми я общаюсь. – Отлично. Сейчас это металл-профиль. Когда вы приходили туда, какую задачу вам поставили самую главную, такой прямо, ради чего вас брали, что бы от вас хотели? – Знаете, наверное, перед тем, как рассказать, какие задачи были поставлены, надо рассказать предпосылки вообще, что произошло в отрасли, потому что вот так вот с бухты-барахты поставлены задачи, понеслось, вот, а зачем всё это дело, как бы, почему Супраненко вообще там появился, почему был запрос на Супраненко, да. Во-первых, надо сказать про отрасли, то, что компания Металл-профиль – это лидер номер один именно по переработке тонколистового металла с покрытием, то есть, либо с инцинкованием, либо с полимером. – Уже готового? – Ну, на текущий момент, да. – То есть, у вас пресса стоят разные, вы прессуете, режете? – Да, прессуем, режем. Вот именно такая формулировка, можно сказать, что гибко, на текущий момент это гибко, ключевое. Если брать вот рынок, то мы на нём являемся номер один не то, что там в России и СНГ, а в целом по миру. Если там брать рынок, например, металлочерепицы для страны весь мировой, то по данным 2016 года, если не занимает память, нам принадлежит там 26% от мирового рынка. Следующая идёт американская компания, у неё там чуть больше 11%, вот это отрыв для понимания. Кроме того, мы там и по сэндвич-панелям первые, и по фасадам. Ну, в общем, всё, что связано с кровлением и фасадом, это всё к нам, здесь лучшие, самые крупные. Что происходило вообще в целом? – В сколько человек работает? – Ну, мы ярко выраженная сезонная компания, поэтому вне сезона, зимой, когда у нас количество, естественно, объём производства, объём заказа падает, мы где-то сужаемся до 3500. – А сейчас сезон? – Сейчас начинается активный сезон, да, то есть мы, я думаю, что ближе к августу, к сентябрю, мы вырастим там тысяч до пяти, до пяти с половиной. Спокойно у нас так значительно вырастает, увеличивается количество менеджеров по продажам сейлсов, увеличивается количество производства, производства, персонала. – Смена производства. – Окей, итак, это полная загрузка. – Крупнейшая компания? – Крупнейшая компания. – Какая у них задача сейчас? Боль какая у них? – Не так, не много. Рынок, всё начинается с рынка, не с компанией. Рынок молодой, самый быстро развивающийся, динамично. У нас вообще производство тонкое листового проката, оно возникло в СССР в 82-м году, то есть недавно, если там с черной металлургией сравнили, то буквально там вчера. Рынок развивается бешеным темпами, если там в 2005-м году это было производство, не изменяет память, порядка двух с половиной миллионов тонн, то в 2013-м это уже было порядка пяти с половиной миллионов тонн, то есть вот такими быстрыми скачками. Компания металлпрофильная как раз вот на этом рынке пошла. Рынок постоянно рос, когда растёт рынок, качары видят какой заказ? – Две ключевые функции. – Набор. – Подбор и кадровый админ. Вот больше ничего не надо, потому что всё прёт, деньги идут, платишь, платишь, платишь. Очень большой вход кандидатов внешних, им устраивают бонусы, они растут, лучших отбираешь на руководящие позиции, у тебя вот эта ёлочка, пирамидка очень легко собирается, проблемненько их всё идёт. Но в 2015-м году, вернее в 2014-м году у нас пришло событие, про которое они любят говорить, наши там политики и экономики считают, что у нас всё нормально. Но оно пришло, рынок начинает схлапываться очень сильно. В 2015-м году ключевые наши потребители – это стройка. В 2015-м году у нас стройка сжимается на 7%, а объём заказа на нашу продукцию в том числе снижается на 15-20%, и получается так, что производители то же самое, а вот рынок сжался. И традиционные методы введения конкурентной борьбы – это у нас ключевые, это объём, сроки, качество, ну и ключевая цена. Получается так, что они практически по рынку становятся и нивелируются. И на первое место у нас выходит именно, можно сказать, есть процессинговый. Сервис. Не то, что сервис, а, наверное, индивидуальный подход, потому что нужно их комбинировать, и везде, в каждых регионах мы федеральные компании. Опыт взаимодействия с компанией. Опыт взаимодействия с компанией – это да, имидж и импутация, безусловно, но долго ты на ней не уедешь, если ты будешь в текущей перспективе проигрывать. Люди к тебе по инерции походят, 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 там дают лучше, дешевле, там комбинация такая, там качество такое-то, материалы такие-то и так далее еще дают, например, со срочкой платежа. Поэтому ты пойдешь туда. И вот здесь на первое место это выходит именно ключевой руководитель, это и сейлс, и тот руководитель, который там на месте, начальник отдела, который зачастую принимает решение, что дать по скидкам, как осуществить взаимодействие с клиентом, правильно, правильно. Получается, мы, помимо, вот в рамках конкуренты, когда цена у всех одинаковая, мы должны дать некое особое отношение к компании, а, во-вторых, полномочия передать людям, которые общаются напрямую с клиентом. Да, но прежде чем отдавать полномочия, полномочия отдать достаточно легко надо, чтобы этими полномочиями кто-то умел и хотел распорядиться. А вот тогда у нас возникает, естественно, вопрос, а кто эти люди, которые там? И вот здесь мы подходим к формулировке задач. А вот здесь мы подходим к формулировке задач. На этапе начального формирования собственники и генеральные директора и руководители блоков, они отслеживали, они знали каждого поименно, кто, что, где, как, и вопрос управления не возникал. У них был такой единый информационный поле, очень короткая обратная коммуникационная связь, они всех знали. А тут компания, казалось бы, выросла до 50 тысяч человек, и мы не знаем того человека, который сидит где-нибудь а-ля Выжевский. Вот, например, начальником отдела, даже не руководителем ДНОП, а начальником отдела. Вопрос хороший он, плохой, как он работает с клиентом, хорошо, плохо. Естественно, собираем рекламацию, и получается, что не все так замечательно, как нам бы хотелось. Переходим к трем задачам, которые ставятся. Первая задача – это качество руководителей по всей вертикали. Второе – качество сейлсов, которые там сидят, вообще, как они продают, хорошо, нехорошо. И третье – поскольку теперь уже цена-то очень сильно упала, и снижать это бесконечно нельзя, там уже себестоимость начинает поджимать, поэтому нужно сокращать и себестоимость. Я думаю, что с ценой делать, и по количеству, и по ассортименту, и загрузить свое производство. Мы не перепродажники, мы именно производители ключевые. Поэтому у нас такой еще пул производственников, который тоже нужно загрузить, потому что люди там тоже хотят кушать, и станки тоже надо служить. И третья задача формулируется как? И третья задача – это увязка конкретных результатов работника. Я не говорю сейчас только про оплату труда, а в целом результатов, которых он получит, с результатами компании. Вернее так, результаты компании и результаты работника. Супер. Здесь комплекс пошел, не только система оплаты труда. И когда вы услышали эти задачи, стоящие перед вами, какая первая идея возникла? Справитесь? Да, получилось так, что мы с вами сказали, что банковская сфера была, аэтишная была, а ключевой опыт у меня все-таки производство. Это компания ПМТЗ, Первый райский ноутробный завод, и компания Уралкалия. Это такие монстры, которые базу и технику дают очень хорошую. Поэтому проблем не было никаких, а именно с точки зрения управления изменениями, здесь активный опыт Сбербанка все-таки сработал. Поэтому там сомнений не было. Там как раз меня и привлекло больше те задачи, которые давали. Именно с базового уровня зайти и попробовать все это вживую. Мы обозначили тема передачи «Новая игра, новые правила». Какова роль генерального директора в рамках формирования этой задачи и вообще его роль в управлении персоналом? Ведь мы знаем, что HR сам по себе не в состоянии изменить систему, если генеральный занимает пассивную или какую-то отрицательную позицию. Насколько в этой ситуации его позиция тоже была проактивна? И насколько вы считаете, что вы работаете именно как партнера? На первый момент сказать, что сразу мне дали карбланш и сказали, давай вперед, ты молодец, ты сможешь. Такого не было, естественно, потому что как ты берешь со стороны. А здесь еще над компанией верность традициям достаточно большая. Это одна из важных глубинных ценностей? Да. Здесь генеральный директор, например, начинал с самого начала у станка 20 лет назад. Компании 20 лет. Вот у меня есть фотографии, где он там стоит у нас конкретно по рабочей одежде. И, например, по тому, как настроить линию металлочерепицы, он любого рабочего у нас спокойно проконсультирует вот сейчас. Это без проблем. Все директора филиалов у нас начинали с менеджера, коммерческий директор, директор по продажам и логистики. Там вот можно так идти, они все начинали с основания компании. Тут приходит новый человек, которого не знает, которому нужно понять, что он сделает. Хорошо, плохо, не ухудшит ли ситуацию. Поэтому первые полгода ко мне присматривались, скажу честно так. Что предлагали, как предлагали, контролировали, проверяли, перепроверяли, собирали обратную связь. Потом посмотрели, вроде нормально. Вот здесь, да, контакт пошел значительно лучше. На самом деле, вы затронули ключевой вопрос. Это если хочет HR и он проактивен, он сидит на месте, ему нужно что-то улучшать постоянно, знаете, сам себя так заводит на драйве и прибывает. Ключевое – это сработаетесь или не сработаетесь именно с генеральным директором и собственником. Потому что если у вас будет на драйв и хотите менять и генеральный директор тебя постоянно тормозит, то здесь вот такой любви не состоится и надо сразу понять, твоя компания и твоя компания. Итак, три задачи. Три кардинальных сложных направления. Я уверен, что большинство наших слушателей и зрителей, которые сейчас в какой-то степени отметят эти три задачи в каждой из их компаний. Как вы подошли к этому решению и какими бы вы могли с вами поделиться практическими методами для того, чтобы мы сегодня могли степ-бай-степ что-то сделать, чтобы у каждого директора, у которого стоят такие задачи, после просмотра нашей передачи возникло некое хотя бы представление о стратегии движения к решению? Ну, здесь такой опыт интегральный, который был в компаниях. О компании были передовые, он как бы дал о себе знать. Первое, что было сделано, тут еще надо понимать, я вам рассказывал про рынок, рассказывал про стратегию компании, про то, как наводят, про то, какие проблемы подошли. Нужно еще понимать HR. HR ключевой, мы с вами затронули. На тот момент, когда я пришел, это в управлении компании можно сказать, что HR занимался только самим управлением компанией, даже кадровый админ не вел, вопросы какие-то решал, по задачам генерального директора в чистом виде реактивное планирование. А на местах это две функции, это подбор и это КДП. Первое, с чего начали, это реорганизация блока. Подбор массовый, только массовый, на руководителя я забрал потом сразу же. И КДП мы оставили внизу, численность мы пересчитали, потому что практика именно по нормированию есть очень хорошая, и бенчмарки того же Сбера, сколько там человек нужно именно на подбор и сколько надо на КДП. У них там знаменитый калькулятор есть, она выстраивается вообще железной. Ты просто забиваешь, просчитываешь, понимаешь, что нужно человеку вот столько, здесь специфика такая, по центральным филиалам добавляешь одного человека, у тебя высвобождается пол. С этим полом идешь генеральным директором, говоришь, мне нужно вот на такие-то функции, которых нет. У меня не было оценки развития полностью, у меня функция обучения была минимальная, у меня функция оплаты труда была минимальная. Ну и чего там еще, я думаю, по ходу еще вспомню. И начинаешь набирать этих людей, потому что начинать изменения без команды на компании в пять тысяч, ну это самоубийство, тебя просто не хватит, потому что ключевое, во что ты всегда упираешься, это в коммуникации. Вот начать, сделать грамотную презентацию, нарисовать концепцию, продать ее, это все замечательно, но когда ты начнешь ее внедрять, у тебя пойдут какие-то небольшие шероховатости, тебе позвонит с места, условно говоря, 30 человек, то и ты чисто физически не сможешь ответить на эти вопросы. – Окей, что-то получалось, что у него первое – это команда. – Первое – это команда. – Что второе? – После команды, а вот там уже конкретные практические навыки. Если мы берем управление руководителя, качество руководителя, что мы делаем? – Так понять, что руководители хороши. – Система координат нужна. Нужна система координат. Вы задаете самый главный вопрос. Здесь опыт работает, например, с нашими консультантами компании КАПСИ, на которых ИСБЕР сидит, на которых сидит и Уралкали, и ЧТПЗ, оказалось, что модель компетенции у них более-менее одинаковая. Как база для системы координат, она пошла процентов нам на 90. Мы ее потом перекраивали, но для начала, чтобы первое позиционирование сделал, первая прикидка – она пошла. То есть мы первое, что сделали, утвердили систему координат, а именно модель компетенции. Второе, что мы делали – это выбрали механизмы. На асессмент нам тогда людей не хватало. Сейчас мы уже асессменты делаем, поэтому мы остановились на интервью по компетенциям, плюс у нас территориальная распределенность. Поэтому, естественно, что ИПК мы проводили через Skype – стандартная программа, тупо-часовая ИПК, и по вот этому профилю качество оценщиков. У меня тогда была Наталья, и у меня тогда уже появилась Алина. То есть мы втроем проводили оценку. То есть вы звонили человеку, который работал в регионе этого руководителя, и говорили – друг наш, мы сейчас с тобой поговорим, чтобы понять, какой ты руководитель. На самом деле, не все даже так. Вначале мы провели массовую, как у нас, по коммуникациям рассказали, что мы будем делать, для чего это делать, потом у нас были скрипты, работнику приходит письмо для чего, как, потому что с него… Тогда у нас получается пропущенный пункт. Один – команда, два – координаты, три – это внутренний пиар изменений, то есть процессов. Не пиар, а коммуникации. Но все равно это пиар, потому что если мы говорим о том, что мы будем это делать, и наша же цель – получить некое внутреннее одобрение людей нашим изменениям, соответственно, мы им эту идею как бы преподносим, что эта идея для нас важна, и для них в том числе. – Безусловно. – Указывая сильные стороны. Поэтому я считаю, что это внутренний пиар. Внутренний пиар вот этих новых изменений, которые включают в себя какие-то массовые обращения, письма и так далее. – И обратную связь, безусловно. – Да, и обратную связь. То есть мы готовим человека к тому, что сейчас с ним будет что-то происходить. – Да, хорошее. – Да, хорошее. И объясняем, почему. И потом уже номером четыре, получается, идет некое интервью уже, когда человек готов, понимает… – Конкретные технологии уже, да. – Все, круто. Что происходит на выходе? – На выходе мы приходим в ноябрь месяц, мы приходим к кадровым комиссиям конкретно, когда вот если так упрощенно, как обычно я там начинаю рассказывать, то мы маркируем конкретно всех наших работников определенные цвета. То есть мы деляем пул зелененький, который у нас по… – То есть мы вводим некую градацию. – Да, градацию. – И всех руководителей распределяем по этой градации, да? – Да, по этой градации. – Какое процентное соотношение получилось, хороших и плохих? – Ну, на тот момент было не сильно хорошо, я называть не буду, но как бы сейчас оно значительно лучше. – Лучше. Хорошо, сейчас какое соотношение – хорошие и плохие? – Ну, давайте с критерием разберемся, что такое хорошие и плохие. Вот если мы берем хорошее, относим, что это зелененький, а зелененький это соответствует, превышает… – Мы не знаем, что… – Соответствует, превышает. – Да, то есть есть модель компетенции, что он такой или даже лучше? – Там не только модель компетенции, мы же, когда выносим на которые комиссии, там оценивается три штуки. А управленческая компетенция – это только одно из них и не самое главное. – Это мы возвращаемся к пункту номер два – координаты. Итак, первая координаты – это компетенция, вторая – это что? – Первая, даже первая – это результативность. – Ага, первая, то есть мы берем его некую историю работы. – КПИ, конечно. – Результативность. – Вот здесь мы еще и переработали КПИ параллельно. – Отлично. Второе – это модель компетенции. – А третье – это профессиональные компетенции, которые достаточно упрощенно, все их умеют уже оценивать. – Профкомпетенция – это управленческие компетенции. А профкомпетенция – это что вы имеете в виду? – Профкомпетенция – это, так сказать, hard skills, непосредственно, что он должен делать на своем рабочем месте. – Ну, конкретно. Экономист умеет читать, умеет… – А, все, я помню. То есть его конкретные навыки, да? – Да, навыки. – Профессиональные. – Отлично. На выходе у нас получилось, мы градировали всех и лучшие, понятно, с ними хорошо, с худшими, непонятно что, в серединке. Что делать? Ну, мы все, теперь мы знаем, кто у нас есть. – На самом деле, совсем не понятно, что делать, и как бы в крупных компаниях это давно делается. Зелененькие – это у нас первый пул, в которых мы на продвижение сразу же, то есть они у нас потенциально – это те звездочки, в которых мы будем ставить. – Кого на них не составим? Самых низших или посередине? – Ну, приемников – это, естественно, либо зелененькие, либо желтенькие. Либо, к чему мы пришли, но тот, на первый момент, когда мы провели, то, что у нас вот мы звездочку имеем, а под ним под этой звездочки никого нет. Это проблема кадрового резерва, потому что у нас традиционно в тех компаниях с бабушками, как мы делаем кадровый резерва… – А вы верите в то, что руководитель готов себе подготовить замену? – Здесь, если ему создать условия, он готов себе подготовить замену. – Я не верю. Я верю только в то, что если только вышестоящий руководитель, руководитель может подготовить ему замену, потому что, к сожалению, у нас такой институт наставничества умер с приходом власти денег, потому что мы все заинтересованы сейчас только в деньгах и в своем личном благополучии, а вот в развитии человека, который будет работать с тобой, передавать ему, потому что мы боимся, что человек станет лучше нас. К сожалению, формула Стив Джобса – люди класса набирают класса А, люди класса Б набирают класса С. Окей, хорошо. – Можно комментариям? – Да, конечно. – Я скажу, чем соглашусь, чем не соглашусь. Процесс развития у нас построен, как вы говорите, что руководитель плюс один. То есть координация за этим процессом, развитие, когда один руководитель, по сути, готовит другого руководителя, она в любом случае замыкается на руководителе плюс один. Это в обязательном порядке. У нас все процессы так и выстроены. Там обратные связи, они идут, он обязательно с ними с двумя встречается. – Что делать с самыми худшими? Каким цветом, каким цветом покрасить? – Красненьким, естественно. У нас любимая формулировка «Избера», «Избера», «Уралкалий» – одинаковые. Это рекавери-план, когда мы им даем второй шанс на полгода. Там идет интенсивное развитие, мы дальше же переходим к развитию, что делать. Если у тех там развитие на перспективу, то у этих получается, они должны через развитие дотянуть до целевого уровня на данной должности. То есть, как сказать-то, те зоны, которые у них западают, именно ключевые зоны, надо быстренько их компенсировать. Вот здесь. Поэтому идет именно план, он жестко практичный. То есть там теории не прочитать книжки, ничего нет. Там в основном через инструмент наставничество и руководитель плюс один, а иногда руководитель функционального блока замыкается. И по нему решение принимается через полгода. Если человек дотягивает, то у нас таких случаев очень много, когда действительно человеку, знаете же, не всегда человек не эффективен именно из-за того, что он сознательно либо не может, либо не хочет. Иногда человек не эффективен, потому что он считает, что то, что он делает, это устраивает компания. Ему обратную связь не дают. У нас же бич вообще в всех наших российских предприятиях, тем более крупных предприятиях. Это обратная связь. Очень часто руководитель тебе в самый последний момент, когда он тебя воняет, говорит, что я-то был недоволен, подчинен делать вот такие удивленные глаза. Хорошо. А что нужно сделать с управленческой российской культурой, чтобы понятие обратная связь стало неотъемлемой частью жизни руководителя? Сделать этот процесс неизбежным. Как? Это, знаете, как батаре вам. Надо создать такие условия, чтобы у работника было проще выполнено, чем не выполнено. Ну как? У нас система жесткая, сразу говорю. С одной стороны, вот у вас передачи, я смотрел ваши передачи, всегда возникает дискуссия. Люди там не хотят развиваться, что им делать. И в основном руководители делятся на два блока. Первый, который говорит, что надо корпоративную культуру, удовлетворяем, ребята, мы всех порвем вперед на лучшие и так далее. То есть, оперируй так белой стороне. Мне понравилось выступление, к сожалению, не помню, специалист по подбору, его так хорошо рассказывали, который говорит, что ключевая задача – это никто не хочет развиваться и надо пинать активно. Я считаю, что здесь нужна комбинированная методика. И вот Фридман от последней лекции, то, что я смотрю, Александра Фридмана, в принципе, моя система взглядов на данный вопрос, она с ним полностью совпадает. Что он говорит? Он говорит, что всегда должно быть работать плюс-минус. То есть, ты должен морковку спереди показать, ну и чего-то там сзади негативным обеспечить, чтобы он шел. Я абсолютно кардинально не согласен с этим, потому что мы опускаем человека до уровня примитивного сознания – собаки или кошки. То есть, у меня жена вчера мыла кота. Она его вчера постукала, а потом погладила. И кот в результате, как мы считаем, был доволен. Мы люди. Что значит? Я не понимаю некоторых наших бизнес-тренеров, отчасти которых вы упомянули, которые пишут «эксплуатация подчиненных». Ну, термин я со всеми согласен. Это человек, с которого начал. С этим выступлением человек начал. И как бы Россия знает его. А, на последнем форуме? Да. Потом, давайте там будем… Это рабство или не рабство? Откуда у людей такие отношения? Вот если вот… Давайте так. Представьте, что перед вами стоит весь ваш пять тысяч человек. И вы им сейчас заявите, знаете, друзья мои, я вас буду управлять методом морковки и пряника. Они мне скажут, ты кто, барин что ли? С чего вдруг там у тебя появилось вообще какое-то право меня, допустим, как-то там наказывать или как-то хвалить? На мой взгляд, мы здесь настолько далеко с точки зрения вообще подхода к HR, пониманию человека как капитала, с точки зрения, ну, вообще развитого сообщества нашего. Мне кажется, в этом главная проблема российского управления, что мы считаем, что люди, им нужны морковки, кнуты, пряники. Ну, мы на самом деле упростили, для того, чтобы было легче понять. Но если вот смотреть, развивать дальше мысль, в чем сами согласны, в чем не согласны, и мы с вами перед передачей это обсуждали, это то, что данный подход, что используют, да, и чего должен превалировать, будет зависеть от типа корпоративной культуры. На начальной стадии, если мы возьмем там компанию, где изначально нормой и частью корпоративной культуры является, что люди не развиваются, либо инициатива считается, знаете, как вот у нас там, это в детстве, когда я рос, там в рабочем районе, типа, ты чего выпендрился, чего полез, это не поощрялся. Любой человек, который выходил с инициативой, его что сделали, его аккуратненько возвращали. И вот если мы сейчас возьмем вот такой уровень, я не говорю, ну, такую специально крайнюю ситуацию вам описываю, обрисовываю, и начнем их только там великое будущее там взывать и так далее, не бой. Поэтому нужно дать возможность тем людям, а их немного, по моим оценкам, где-то порядка семи десяти процентов, которые, самая мотивация к развитию, им вот, мы не нужны HR. То есть, они сами могут развиваться, они сами могут идти. Мы нарисовали, что, эгей, идешь туда, у тебя какие-то возможности, он сам пойдет. Его даже, условно говоря, направлять-то не надо, он сам тем. У меня есть люди, которые три раза тебе позвонят, спросят, правильно ли я делаю и так далее. Вот им помощь HR не нужна. А есть те, которых надо все равно подталкивать, по-другому нет. Мы подведем выводы в конце программы. Что надо дальше? С руководителем было понятно. Да. Качество продавцов, тот же самый механизм, то есть, также цвета, все, оценка и компетенции. Нет. Здесь продавцов, во-первых, очень много, и, во-вторых, мы должны четко понять, что с ними работать. Что касается именно, там две проблемы, это знание и навыки. Знание, это два блока, это продажа и продукт. Получилось так, что у нас на текущий момент, на время я пришел, не было соответствующего учебного материала, поэтому спрашивать от менеджеров, проверять и расскажешь их цвета, почему ты это не знаешь. Это потому что никто меня не учил ничего. Совершенно верно. Вот как пришел, как руководитель, он шел, нужно мне это рассказать. Вот так, это рынок менял. На что хватило, да? На что хватило, что-то прочитал и так далее. Поэтому первое, с чего мы начали, мы достаточно долго это перерабатывали, сейчас до сих пор перерабатываем. У нас шесть курсов по продажам, шесть тренингов по продажам, потому что у нас из ДО идут курсы с тестированием обязательно, и мы их регулярно назначаем работника. У нас есть очные тренинги, которые мы проводим сезон, когда наши тренеры, которых мы набрали, они ездят и уже формируют именно навыки. Супер. С этим понятно. А как привязать к третьей задаче, да? Как результаты компании привязать к конкретным результатам работника? Через что? Через систему оплаты труда, прежде всего. Второе, через, как я называю, возможности карьерного роста. Это когда у вас идут должности, и мы сейчас активно идем, что публикуем историю успеха. У нас их действительно много компаний. Компания чем хороша? Все на виду, потому что управленческие уровни, их на самом деле немного. Это достаточно плоская структура. Плоская структура. И если работник здесь показывает результаты, ему автоматом хоп перекидывают сюда. Очень быстро это происходит. Здесь как бы ей чарта не нужна была, это была частью корпоративной культуры. Если он показывает здесь, его перекидывают туда. Если он здесь не справился, перекидывают на равнозначный уровень на другое место. Может там с командой, с условиями что-то не то. Ну иногда же там химия, не совпали с конкретной командой по менталитету, что-то не совпало, не получилось. Если он регулярно не справляется, его на уровень ниже. Обратно, да? Обратно. Либо на выход. На выход, как правило, у нас компания это исключение. То есть человек должен сделать что-то такое, либо идти сам и сказать отказываться, что я, например, на уровень ниже и не пойду. У нас такие кейсы есть. Но так, чтобы компания сознательно, скажем, сказала, что ты не справляешься, единственный вариант, который мы тебе предлагаем это на улицу, вот такие кейсы буквально единицы. Это важно, потому что это показывает еще одну ценность все-таки от уважения человека. Это да. Человек – это ценность для компании. Это безусловно. Вот здесь традиционный подход, вот такой семейный подход. Компания, у нее это есть. Это очень важно. Вообще таких компаний не так много в России, которые бы славились тем, что все-таки дорожат человек. – Я пока видел одну. – Да. Окей, отлично. Итак, получается, через привязку… А сегодня, например, насколько вы далеко продвинулись в оплате труда sales of? То есть, насколько sales или человек, который занимается продажами, в онлайн-режиме может видеть, сколько он сегодня заработал? – Сказать прямо, что в онлайн-режиме он откроет все это, поверьте, нет. У нас здесь техническая часть пока запаздывает, но в планах у нас как раз то, о чем вы говорите, что будут индикаторы. Менеджер по продажам заходит, он видит конкретно, как у него Кипяева подавится и как у него этот предмет – Я вам рекомендую посмотреть интервью с Дарьей Капрановой, это HR-директор техносила. Они пошли по пути такому, что они открыли данные по заработку всех продавцов, всех магазинов. Причем любой продавец видит, сколько он сейчас в данный момент заработал. У них нет зарплаты, у них все идет от продажи, и автоматически появляются рейтинги людей. И они сразу видят, сколько можно зарабатывать и почему. Заработок напрямую завязан с обучением. У них номенклатура огромная, ты прошел курс по этому товару, значит, ты можешь его продавать. И автоматически открываешь, и ты видишь, сегодня у тебя ноль. А у Дмитрия, например, он уже 150 тысяч заработал за месяц. И только вопрос все к тебе. То есть, сначала у них был шок от этого, что как-то мы откроем зарплату, а во-вторых, они получили очень интересный результат. Вот насколько вы хотите двигаться в это, например, вообще куда вы двигаетесь с точки зрения онлайн показателей результативности продавцов? – Если честно, интересный такой инсайт, потому что он такой вот именно на грани, его надо переварить и понять. Мы сейчас движемся по направлению рейтинга, у нас ключевое. То есть, мы хотим, у нас, например, там есть по всей России 100 офисов продаж, например, которые работают, там же еще номенклатура, кто-то работает с розницей, кто-то работает с корпоратами, у них там разные, кто-то работает с объектовыми продажами. Вот, например, состоят корпораты. Мы хотим прийти, сейчас у нас ключевая задача, там она по плану, у нас там в ближайшем квартале мы ее реализуем как раз, в том числе HR здесь принимает активное участие к рейтингу, чтобы каждый отдел там в Урюбинске видел, где его место, как он прирастает относительно всего. – Люди, а скажите, вот у вас система вознаграждения продажников, она прозрачная, она для всех единая или она имеет определенные тонкие настройки для каждого региона? – Ну, специфика рынка регионов здесь безусловно есть. Вот модель ключевая, как начисляется заработная плата, она единая. – Единая. Поэтому, собственно говоря, все понимают, продал, получил, продал, получил. – Это безусловно. – И чем лучше ты разбираешься, чем лучше ты обслужил клиента, чем больше неповторимый опыт взаимоотношений с компанией ты создал, тем больше ты заработал. – Да, вот эта система есть. Есть региональные штуки, которые мы называем гибкие цели в этой номенклатуре, когда у нас, например, по фактически уже не осталось времени, но я бы хотел задать два вопроса. Первый. Нас смотрит большое количество людей даже сейчас и уверен, у них у всех есть эти проблемы. Как быть с эффективным руководителем, как мотивировать людей и что делать, чтобы люди заинтересованы были в результатах компании. Вот прямо конкретно, если вот так совокупно, вывод всего того, что мы сказали, с чего начать? – Я думаю, что ключевое здесь – это коммуникация. Нужно объяснять, нужно формировать, нужно убеждать, потому что все наши проблемы ключевые идут от недопонимания. – Какова роль самих собственников и директоров в этой коммуникации? – Самое непосредственно, потому что к собственнику, даже если придет HR или руководитель блока и скажет, что ребята, мы там делаем вот так, мы стоим там завтра на уши, то в любом случае работники будут апеллировать к генеральному директору либо к собственнику, если он активно принимает участие в бизнесе, к третийскому суде. Поэтому, если ты не провел коммуникации с собственником, если у вас позиции разошлись, будь готов к тому, что ты накатишь одну систему, потом придет ненужная коммуникация на собственника и систему откатит. Поэтому, вот здесь вот именно надо договориться вначале с генеральным собственником, ключевой руководителем функционального блока, а потом единым фронтом, единым блоком, абсолютно сознательно, четко в конкретной системе координат выступать и продвигать данные – Супер. Последний вопрос в первом вопросе. Как Вы считаете, какую главную ценность собственник или генеральный директор должен проповедовать по отношению к своим людям? О, Господи, вот тут, наверное, не соберешь. Ключевая, наверное, все-таки мы коммерческая организация – клиентоориентированность. Даже первая ценность – это клиентоориентированность. А вот к людям, это вовне, а внутрь, чтобы люди чувствовали, почему люди хотят работать в компании «Металлпрофиль»? – Почему люди хотят работать в компании? – Или хотели бы прийти, почему те, которые работают, мечтают продолжать работать, почему новые люди мечтают попасть вам на работу? Что они чувствуют как человек? – Каждый сегмент по-разному, потому что свести весь персонал к единому абстрактному человеку – это невозможно. Мы, когда оценку вовлеченности проходили, мы четко их разделили на сегменты. Первый – есть люди базовые, которые у нас работают на производственном складе, которым нужна заработная плата. Четко – стабильность и заработная плата – то, что нужно им, уровень рыночный и что это будет регулярно. – Все, это вы им отдаете, и люди довольны? – Люди счастливы. Правда, у них потом появляются другие уже котелки, как по – Это само собой, мы растем по иерархии потребностей. – Да, мы растем. Если мы берем наших руководителей, наших продажников, то у них другая потребность. Ключевое у них – это даже уже не деньги, это у них способность развиваться и способность наращивать свои навыки, прокачивать скиллы, как они сейчас модно говорят. – Супер. Следующий уровень, последний. – Топовый уровень – это возможность принятия решения, собственно, наверное, ну и действительно здесь рост профессионализма управленческого. У нас тоже идет активный запрос, и сейчас мы переходим на очные управленческие тренинги, потому что говорят, что надо, мы без этого никуда. Именно усиливайте этот блок. Мы здесь будем работать. – Прекрасно. Последний вопрос, потому что у нас время закончилось. Я был очень, очень интересно содержать на дискуссии, пришла вопрос. Мы с вами говорили о том, что есть компании в России, которые уже проповедуют теорию бирюзовых организаций. – Есть. – Как вы думаете, когда у нас в России в целом наступит некий средний, я бы хотел сказать, вот от каменного века, который присутствует, до бирюзовых организаций, но в целом уровень управления будет достаточно высокий, осознанный, где не будет слов эксплуатации подчиненных, где не будет там, условно говоря, там кнутов и пряников, а будет компании, которые будут нацелены на развитие людей, а люди будут понимать, что компании, приходя туда, ты получаешь именно на каждом своем уровне свое, но безусловно, развитие. Сколько лет должно пройти, чтобы это хоть к какому-то среднему уровню качества менеджмента пришли? – В этом вопросе я оптимист. Я думаю, что нас это ожидает, на самом деле, в недалеком будущем, но не потому, что мы такие активны и мы будем все развиваться, на самом деле, человек не сильно любит развиваться, а просто внешние условия, в которых мы сейчас живем, и вот конкретно бирюзовая организация – это Сбир, это Греф, и у него, если посмотрите видеоряд, который происходит, что в мировой экономике, я думаю, что лет через десять у нас просто не будет выхода. Либо мы будем работать по новым условиям, в которых традиционный мир, там, передовой, он живет, либо мы просто будем вымирать, поэтому, когда у тебя нет выбора, развитие происходит очень быстрее. – Спасибо. Последний вопрос. Секрет успеха Дмитрия Супраненко, как HR-директора, как человека, отвечающего за развитие людей в компании? – Три блока. Один из них объединяется в лидерство – инициатива, ответственность и скорость. Вот, наверное, три. – Супер. Уважаемые друзья, сегодня был прекрасный утренний эфир с Дмитрием Супраненко, директором по персонал компании «Металлпрофиль», и мы постарались взглянуть на тему эффективности управления, качества отношений между людьми, качества понимания менеджмента в России и в целом в компании. Смотрите наши передачи. Каждая из них – это, по сути, книга по управлению людьми, книга по эффективности. Если вы будете смотреть, ставить на паузу, задумываться, применять у себя в компаниях, качество вашей компании безусловно вырастет. С вами был Роман Дусенко, и это программа «Бизнес-завтрак» на Радио Медиаметрик. Увидимся с вами в сентябре, потому что наступило лето, пора отпусков. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова